Генеральный план города – это проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и другие виды освоения территории. По сути, генплан – перспективный проект развития муниципалитета, необходимый современному курорту. Внести изменения в существующие, но устаревшие генпланы прибрежных городов поставил задачу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В режиме видеоконференции на вопросы членов градостроительного совета и активистов, приглашенных на заседание, ответил директор научно-исследовательского института перспективного градостроительства Павел Спирин. Мы понимаем, что это очень ответственная задача подготовить проект генерального плана города-курота федерального значения. И в этой части я могу абсолютно точно сказать, что мы со своей стороны максимальным знанием, опытом, профессионализмом подошли и однозначно разработали проект генеральный план в интересах жителей. В первую очередь, в интересах жителей и гостей Анапы, которые приезжают, отдыхают и хотели бы видеть Анапу действительно современной, цветущей, уютной, комфортной, безопасной. Как подчеркнул Василий Швец, Анапа в первую очередь курортная территория. В новом генплане предполагается уменьшить территорию жилищной застройки на 800 гектаров. Строительство многоквартирных высоток – привлекательный бизнес. Однако город уже сталкивается с проблемами нехватки мест в школах и детских садах, чрезмерной нагрузкой на электросети. Главная задача – сохранение курортных ресурсов, ареологических ресурсов. Дюн в том числе. Новый взгляд на Пионерский проспект должен быть сформирован. Мы общались в институте Петербурга, рассматривали этот готовящийся предложение по планировке Пионерского проспекта. Я думаю, что это только на пользу курорта, все, что мы делаем. Ну и понятно, особо храняем природные территории. В Сочи – это национальный парк и диасферный заповедник. В Анапе – это заповедники в большом хрише, это территории с уникальным озеленением природы малого хриша. Это все должно быть сохранено. Зато порядка 40 гектаров земли по новому генплану планируется зарезервировать под выращивание винограда. Зеленых зон в городе и сельских округах станет в 10 раз больше. А территории санаторно-курортного и гостиничного назначения увеличены в три раза. Практически везде, где у нас было в околокурортной зоне, многоквартирной, еще раз повторю, потенциал точнее, для многоквартирного жилищного строительства, мы аргументированно ведем переговор с собственниками этих земельных участков – это, как правило, крупные юридические лица, юридические холдинги – и переубеждаем их, чтобы они строили там крупный гостиничный комплекс. Работа такая проводится, вы сами знаете, мы даже на петербургском форуме подписали на большое соглашение. Вместе присутствовали, Пал Палыч Спирин присутствовал о первом в России курортном КРТ, комплексном развитии территории. Курортном КРТ на 30 гектарах. Хотя там, еще два года назад, планировалась многоквартирная жилищная застройка. Сегодня есть договоренность, есть решение инвестора, я им тоже за это благодарен, о строительстве там крупного гостиничного комплекса, причем который мы планируем, ну они планируют, передать под 3, 4, 5 звезд, но под международного гостиничного оператора. Несмотря на положительные изменения, процесс принятия нового генплана вызвал споры среди анапчан. Чтобы помочь местным жителям разобраться в документе, в городе и сельских округах прошли 7 публичных рабочих встреч. Один из самых часто задаваемых вопросов, почему некоторые территории с объектами ИЖС переводят в зону отдыха. Как пояснили специалисты, владельцам домов не обязательно регистрировать гостиницу. Если они не хотят вести бизнес, объект по-прежнему будет считаться индивидуальным жилищным строительством, а налоговая ставка не изменится. Однако у тех, кто хотел сдавать номера отдыхающим, появится возможность делать это по закону. Множество вопросов также вызвали ограничения на земельные участки по статьям 56 и 56.1 земельного кодекса. Нигде не говорится о том, что какой-то орган вздумал у кого-то что-то изымать или резервировать в целях государственных нужд. Если бы это было, там бы был четко описан документ. Его дата, его название и органы, сдавшие этот документ. Таких вещей нет. Возникают вопросы по срокам внесения, многие говорят, задними числами. Люди путают. Задние числа – это дата вынесения уполномоченным органам этого документа. Она может датироваться 14-м, 16-м, 17-м годом, 19-м. Специалисты сходятся во мнении, новый генеральный план необходим для развития современного комфортного курорта. Основные направления документа – увеличение зеленых зон, резервирование площадей под строительство школ, детсадов, поликлиник, спортивных и культурных объектов, модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры. Генплан должен быть нацелен, чтобы сделать в нашем городе жизнь лучше и комфортнее для наших гостей. Будет ли он таким, зависит в первую очередь от нашего с вами внимания, отношения к этому вопросу. Каждый, в принципе, сейчас наглядно, каждый имеет право высказать и свое мнение донести. И, кстати, очень спасибо вам, Василий Александрович, за такую возможность, потому что очень много сейчас поступает обращений в органы прокуратуры, непосредственно в Анапскую международную прокуратуру по данному вопросу. Абсолютно уверен, что генеральный план городу Анапа нужен. Я считаю, что та работа, которая проделана за последний год, этот качественно новый этап развития города, он уже пройден. Я думаю, что мы примем решение, мы его примем коллегиально с людьми, с нашими коллегами, депутатами на основании тех заключений, которые мы получим. Генеральный план – результат колоссальной работы. Документ проходит согласование 14 краевых и 28 федеральных министерств и ведомств. Как подчеркнул Василий Швец, при принятии генплана также будет учитываться мнение анапчан. Мы вместе проделали уже колоссальную работу. Обязательно мы ее доведем до логического финала. И конечно же, я обращаюсь к тем жителям, к тем представителям тех или иных сейчас населенных пунктов или общества, где мы последние две недели с вами встречаемся сейчас еще в более часе, что все обращения анапчан обеспокоенных рядом положений, конечно же, мы учтем. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.